Мое личное мнение, нужно как минимум первый шаг создать из пилотов государственный русский летный корпус. Все пилоты должны быть выведены из частной авиакомпании, войти в введение государственного русского летного корпуса, ну как национально-социалистический летный корпус был в Германии сначала. Они должны получить государственную зарплату, государственное страхование, государственные пенсии, государственную систему подготовки, не только на тренажерах, но и на реальных самолетах, реактивных, турбовинтовых. Дальше, если компании их привлекают на работу, пусть они еще доплачивают, но летчики, что называется, там выдерживаются их графики, они отдыхают, их не гоняют на износ. Мало того, их постоянно собирает на переподготовку, у них свои звания, шнуры, отличия, просят, они растут по государственным лицам, потому что они резерв, это национальная элита, это резерв, кстати, вооруженных сил на случай войны летчики. То есть летчики выводятся. Все. Чтобы эти маленькие живопырки компании, Татарстаны, Курские Соловьи, там, алкаши, авиалинии, там, Кубани, Донна, там и прочее, не гоняли их на износ, не сажали за, так сказать, за ручку управления, сейчас же ручки, они штурвалы, людей, переученных из бортинженеров или штурманов. Дальше, следующий шаг, совместить создание русского летного корпуса с созданием специального корпуса, вот по 100, пусть государство не стадионы в Сочи, не футбол, профинансирует мне производство 100, там, Ил-26, Ту-334 и всех перспективных марок, пусть они без пассажиров летают учебно над страной, как Чикалов летал, летчиков нужно натаскивать молодых, так сказать, на реальных самолетах. Ну и пусть заодно и западные изучают, чтобы знали технику, так сказать, вражескую. Вот, потому что потом эти, сохраним производство, потом будем замещать поддержанные аэробусы и Боинги, они поддержанные, мне давно об этом говорили, своими новыми самолетами русские без своей авиации, это невеликая страна, я помню плакат Советского Союза, над советской землей должны летать советские самолеты, с советскими же летчиками, я просто переменю, над русской землей должны летать русские самолеты, великолепно, а плакат можно оставить тот же, кстати говоря. Вот это сделаем, и следующий шаг я бы сделал вот так, я бы принудительно создал, как минимум, две огромные государственные компании, масштабом сравнимый с советским аэрофлотом. Ну пусть они конкурируют, ну как в Китае две, авиастроительные корпорации государственные, при Сталине никто не сливал все авиационные конструкторские бюро в одну, была конкуренция. Вот пусть будут две крупные государственные компании, где дело безопасности и подготовки будет поставлено на высочайший уровень.